всем привет сегодня мы будем рисовать 3d рисунок рисунку рисовать утенка диснеевского у меня приготовлен лист а4 простой карандаш и мы начинаем берем рисунок какой-то можно из интернета и попробуем его срисовать сначала нарисуем глаз большой зрачок можно повторять так второй глаз так это не нужно немножко загнуть по-другому наоборот или выгнем вот в эту сторону он получился глаз такой более выпуклый у клюв такой линию фуражку так и переходим на туловище здесь можно писать посередине вот это бантик активы красный бантик у нас вот здесь я сотру а больше сделаем эту часть бантика даже еще наверно больше что за такая вот куда высоко до понимаете это тоже немножко сейчас дальше немного не точная линия у нас здесь видео нужно сделать клюв немного вытянут вытянутей сделаем клюв вот так сюда и тогда здесь у нас будет нормально может имея надо возможно применять давайте немного здраво за такая вниз сделать и тогда вот этого как раз и будет так как надо вот сюда так с этой стороны плечо у утенка будет сюда прямо вниз раздравляю плечо и вот сюда здесь мы рукав нарисуем это вот так вот лишние не стараемся сразу убирать полоски на рукаве рубаха живутик и сейчас мы режем белую лапу первая лапка готова вторая лапка будет где-то вот здесь и это и и так такой дугу вот такая лапка пара у нас и ладошка выбирается на руку делали так пальчики готов мы нарисовали нам теперь его нужно сделать таким более объемных раскрашивать воду цветными карандашами обводить черный фломастер потом рисунок и так мы возьмем голубой немножко вот здесь слегка-слегка закрасим внутри вот клюва вот здесь нам нужно закрасить охрой по крестам вот таким карандашиком чтобы глубины придать внутри да можно какой-нибудь коричневый и вот да вот в глубине там немножко здесь затем ним вот так вот мы же делаем объемный изображение поэтому нам нужно будет сделать немножко не такими со тени не возьмем желтый и закрасим сначала первым слоем клюв желтым где-нибудь вот здесь оставим блик белый не закрашены на клювим тоже вот здесь где-то мы оставим блик не закрашены и вот здесь тоже наверное кадета оставим блик остальное клюв мы закрашиваем желтым здесь можно желтым потемнение по насыщению сделать вот здесь можно по насыщению немножко сделать и вот здесь так клюв готов глаза мы слегка-слегка голубым они практически белым остаются но чуть-чуть оттеняем по краю голубеньким серединке оставляем белые так чтобы получилось опять же объем внутри у нас черным зрачки можно оставить какой-то блик черным закрашиваем ленту на вискозырки вот эту ленточку можно конечно расскажет никогда шаги фломастерами рисунок я использую цветные карандаши чтобы более можно было передавать на свет тень объем фуражка будет синяя закрашиваем сначала легким шариком чтобы там потом можно было где-то затем не сделать свет тень вот а потом уже мы оттеняю кое-где да делаем переходы каким-то желтым светло-светло-желтым нам надо накрасить ленточки на карандашик и вот желтеньким и закрашиваем вот здесь вот здесь просто желтым насыщенным закрашиваем и вот здесь возьмем красный закрасим сначала не надо не нажимая слегка бантик красным на первый слой так слегка накрашиваем а а теперь будем у него цвет тень да вот в этом месте усиливаем насыщенность него к серединке высветляем степенного того дела до с этой стороны тоже насыщенный сделаем как разветляем здесь делаем насыщенность края высветляем здесь вот такой вот сделали бантик объемы дальше у нас синяя рубаха такая же синяя как и пуражка закрашиваем сначала одним слоем не сильно нажимая на карандашик рубаху сначала закрашиваем этим слоем можно на второй немножко чтобы дырочки изменить направление штриха за штриховать еще на раз штрихом и сейчас мы будем затемнять вот у плеча вот здесь тень можно вот прям у самого клюва заштиховать вот здесь клюва сильнее сделать а немножко под бантиком тень навести но вот эти должна постепенно выходить на светлое здесь откроем руках идет тень пока рукава слева мы затемняем здесь вот где рукавчик алиния только это будет прямо утинаем от руки как бы те падает на туловище на рубашку вот сюда вводим немного складки так сделали дальше дальше нам нужно слегка будет заштиховать сделать оттенение от вас им карандашиком на вот эту часть нижней академы посты карандаш не вижу вот так вот здесь вот то есть мы берем и слегка заштиховываем понимаем что это круто у него есть объем поэтому мы понимаю что здесь рефлекс будет здесь он будет тень полутень и свет это рефлекс где можно немножко высветлить так немножко растерли животик штрихи и высветляем цвет то же самое нужно сделать будет на голове вот здесь мы немного вот здесь заштихуем отступив от края от левого чуть-чуть сделаем затемнение так немного сделаем тень на ладошках на ладошке здесь вот здесь здесь я хочу расти не чтобы это не было слишком темно и лапки лапки мы будем делать и такие же как клюв с использованием желтого и пухлистого сначала мы закрасим полностью желтеньким среди легкими легким движением без тени да чуть-чуть вот так закрашиваем лапки одну вторую теперь возьмем укрыт и оттенем вот там с краю оттенем вот здесь вот эту часть оттенем здесь здесь много тени здесь так желтеньком сейчас я еще немного штрихи сделаю более сглаженные понять чтобы были лапки и можно взять коричневым немного немного совсем подчеркнуть края тени вот теперь нужно взять черный фломастер черный фломастер и мы обводим наш рисунок черным фломастером вот здесь вот да вот 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 но Так, еще надо черный накид, немножко попробуем вот этим еще. Так. 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 Мы это объели. Теперь возьмем второй карандаш и сделаем тень под нашим изображением. Вот здесь под ладошкой. И так нужно будет тень эту растереть. Или пальчиком, или этим бумажкой, салфеточкой, мы вот эту тень раздираем. Когда мы ее растерли, что она стала такая проморфная, то вот здесь теперь мы высветляем свет. Вот так вот, вот такой вот прямой линии. И нам осталось сделать кое-что, чтобы наше изображение действительно стало 3D-объемом. Для этого нам нужна будет линейка и ножницы. Значит, мы берем линейку и от углов листа проводим вот так вот наискосок. Проводим вот такие вот линии и соединяем их вот здесь. Теперь смотри, нам нужно вырезать по линии, по контуру этот рисунок. Вот так вот. А вот так. Мы видим, что наш рисунок стал объемным. Как 3D-изображение. На этом все. Если тебе понравилось, ставь лайк. А сейчас, пока-пока. Приклей вырезанное изображение на цветной картон или бумагу. Получится завершенная картинка. Афурум.